Девушки отдыхают Бойцы возле Бахмута, начало апреля. Российские оккупанты пытаются отрезать дорогу в город, который героически удерживают украинские воины. На этом эксклюзивном видео бойцы подразделения Стугна ведут тяжелый ближний бой. Вокруг не земля, сплошные мины, а один из бойцов группы в какой-то момент попадает под вражеский огонь. Происходящее дальше будто кадры из невероятного триллера. Но это реальное сражение, снятое нагрудными камерами его участников. Мы разыскали тех, кто не просто выжил, а победил. Ложись! Это морячок Уилсон и Чех, командир группы. С ними я встречаюсь в Киеве, где они сейчас проходят лечение после ранений, полученных на востоке. Вот они на этих кадрах. Чех ведет бой, стреляет из автомата. Уилсон его прикрывает. Позади морячок. Наша задача была выбить вражеские позиции, чтобы после нас зашла другая группа, которая будет держать эти позиции. Это позиции возле Бахмута? Да, на Бахмутском направлении. Это была дорога на Бахмут, которую враг старался отрезать. Наша задача была ее удержать. На тот момент российские войска и подразделения ЧВК «Вагнер» пытались окружить наше подразделение в Бахмуте. Жестокие бои шли вокруг поселка Хромово, к северу от города-крепости. Рядом одна из дорог, которой пользовались наши защитники. Соответственно, враги пытались ее перерезать, а ВСУ удержать контроль за дорогой жизни. Под ногами сплошная глина, а позиции заминированы. Там условия тогда были, очень много дождей было. А там очень много глиняных участков. А глина, ну, она не впитывает воду. И там грязи по колено, по пояс. Даже больше бывает. Это я взорвался. Я подходил, увидел первую растяжку, мы ее сняли. Мы как снимали эту растяжку, гранатой бросаем. Но начинает детонировать боекомплект. То есть это уже детонирует БК? Нет, это не боекомплект. Это остатки. И дальше, скорее всего, еще была одна сигнальная мина. На которую я попал ногой. И она сработала прямо из одной стороны в другую сторону окопа. Группа Чеха шесть бойцов. Один из них, на псевдоадольф, в тот день тоже был в сантиметрах от смерти. Гранала по Адольфу. По Адольфу? Рикошетом пуля. Действия подразделения координирует аэроразведка. Наши коптеры подсказывают бойцам Чеха, где именно засели вагнеровцы. Это Адольф бросал гранату из наших бойцов. Мы работали парами. Я был в паре с Адольфом. Граната! Это я уже в кадре. Это вы? Да! Вот это Адольф уже. Это уже... Это россиянин? Сейчас это были наши россияне с той стороны. Коптер, бывает, он перелетает. Вот русские. А сколько там было вообще? Сначала было двое. Они от нас начали текать. Сначала нет. Я вам так скажу. Сначала было двое. Они от нас стали убегать. Они уходили, но немного давали сдачи. Мы подходили. Там уже было близко к их позиции. И с этой позиции еще подходили. Три-четыре точно человека шло. Три-четыре точно люди не подтянулись. Бои за эти позиции продолжались уже несколько недель. Россияне применяли тактику, которая просто шокирует нормального человека. Они пользуются погибшими как щитом. Они подтягивают их, ими прикрываются. И там кладут автомат, и тебя просто ждут. Когда ты проходишь, они могут начать работать по тебе. Когда бой идет в окопах, от стрелкового оружия толку не очень много, говорят бойцы, преимущество у того, у кого больше гранат. Граната! Часто бой идет. Гранаты есть, забрасываются гранатой. И пытаются выкурить, выпить врага. Так что их по окопам очень много. Но это и у нас такая практика. Они строят лиси норы, так называется. Это помогает от артиллерийских обстрелов. Ну и плюс, они там и ночуют, делают укрытия. У них были норы там, где может разместиться четыре бойца. Залезть можно спокойно, и их не будет видно. Из этой норы только гранатой можно выбить? Да. Мы когда подходили, мы видели какую-то ямку. Мы сразу забрасывали туда гранату. Насыпаем, идем, контролируем. О норах говорим, как норы забрасывали. Там двигаем. Они прячутся в норы, маскируются. На этих кадрах видно, насколько близко вагнеровцы к украинским позициям. Основной бой идет гранатами. Вы видели, куда бросаете или просто вот в направлении? Мы знали, что враг близко. Ну да, и мы и так, ну мы понимали, что какая-то граната и сработает. Не первая, так вторая сработает. И мы старались ясно бросать туда, где находился враг. Также сверху был помогавший дрон, корректировал. Так что там через три зуба, через четыре есть враг. Они, кстати, пользуются тем же, то есть их тоже корректируют. Ложись! Ситуация оставала все более опасной. Рядом с окопами посадка, где также позиции россиян менее чем в ста метрах. Именно в этот момент едва не погиб один из бойцов. Он сидел на колене, контролировал периметр. А ну как правильно сказать? Враг немного поднялся, увидел слюм и очереди насыпал. До смерти буквально несколько сантиметров. Это прямое попадание пулей было. Но Адольф нет, ну не потерялся. И он сразу изменил позиции. Он лег. Пуля просто цепляет шлем. Цепляет шлем и не пробивает его. Адольф понимает, что это пуля и просто меняет позицию. Но меняет силу и отлажаясь. Он лег на землю. Как далеко от вас до россиян? Метров 10-12 было. 10-12? Да, прямой контакт. Все ребята были. У многих были пулевые в шлем. Просто на видео попало только одно. Да, некоторые выяснили это уже после боя дома. То есть когда проверяли через несколько дней. Но без ранений в таком тяжелом ближнем бою, к сожалению, трудно обойтись. Любая, даже самая маленькая ошибка может стоить жизни. Когда я менял позицию, я повернулся спиной. Совершил ошибку. И пуля попала под лопатку. Вышла через плечо. Вы смогли там дальше продолжать бой? Я понял, что нужно оттягиваться на эвакуацию. Я командиру группы сказал, что я 300-й. И начал оттягиваться на эвакуацию. Кто еще из вашей группы был ранен? Со мной Барт был ранен. Мы вдвоем потихоньку оттягивались. А на следующий день контузии получили морячок и Вилсон. Но главная задача была выполнена. Окопы были зачищены от россиян. И это не просто удержанные позиции. Это часть украинской земли. И только один маленький пазл большой, суперсложной и героической земли. Картины сражения забахнут в рамках подготовки большого контрнаступления. Ребята поправляются и еще планируют сказать в нем свое слово. День шторма против российского нашествия. Новые британские ракеты для ВСУ. Дали просто невероятную серьезную пощечину Путину. Какие возможности открывает это оружие? У него совершенная система наведения на цель. На какое расстояние долетит и по каким вражеским объектам ударит? Она подлетает к бункеру и первый заряд пробивает его стену. Почему запаниковали пропагандисты бункерного вождя? Российские города и белорусские в том числе оказываются в поле поражения. И как на самом деле используют новые возможности воздушные силы Украины? Это пи***. Британские ракеты с дальностью полета не менее 300 километров способны изменить ситуацию на фронте. Военные говорят, что их можно подвешивать под фюзеляж или крылья наших ударных самолетов. Например, вот таких 29-х мигов. Какие возможности это даст нашим воздушным силам? И действительно ли подорвет боеспособность России? Давайте разбираться. Получить дальнобойные ракеты ВСУ пытались с начала полномасштабной войны. Но западные партнеры наложили на передачу такого вооружения табу. Мол, им Украина может обстреливать Россию, что приведет к эскалации. Но вот лед тронулся. Первые британские Storm Shadow или тень шторма уже в Украине. Это подтвердил Владимир Зеленский, когда несколько дней назад, во время телефонного разговора, поблагодарил за них британского премьера Риши Сунака. Новость вызвала панику у кремлевских пропагандистов. Они начали рисовать карты прилетов британских ракет в российские регионы, которым, между прочим, отнесли и белорус. Покажите, пожалуйста, какие российские города и белорусские в том числе оказываются в поле поражения. Здесь Минск, Брянск, Курск, Белгород. После того, как пропагандистка Скобеева показала, откуда готовилось нападение, пресс-секретарь Путина заявил, военные уже готовят ответ. Вероятно, точат свой очередной аналогов нет. О том, куда полетят британские ракеты и какие цели ликвидируют, поговорим позже. А пока разбор Storm Shadow. Франко-британская крылатая ракета класса «Воздух-Земля» способна поражать даже хорошо защищенные цели, потому что летит на очень низкой высоте и остается незамеченной для противовоздушной обороны врага. Ее сбрасывается значительной высоты. После этого она резко спускается до высоты в 30-40 метров, причем летит с огибанием рельефа местности, то есть обходит горки вот таким образом или таким. Программируется тень шторма еще на Земле перед вылетом. В ее память закладывают маршрут, а также спутниковые снимки поверхности, над которой будет лететь. Так называемые эталонные изображения. С ними ракета сверяет то, что видит при помощи сканирования местности. Таким образом она может ориентироваться на местности с огромной точностью. Когда ракета летит, она просто смотрит. Я на месте, на месте. Также полет корректируется навигационной системой. Ракета поддерживает связь со спутниками. Вот тут показана система GPS. Здесь показана система GPS. Это навигация, которая постоянно корректирует полет ракеты, чтобы она следовала именно в том направлении, потому что, понимаете, если она маневрирует между холмами, даже десятки метров очень важны, чтобы она не врезалась в горку, как российские ракеты, попадавшие в дома или в какие-то холмики. По завершении миссии подключают дополнительные возможности, которые дают высокоточный результат. На конечном участке перед атакой цели там еще работает тепловизионная головка самонаведения. Ракета сканирует пространство, находит соответствующую цель, которая была заложена в ее памяти и с огромной точностью поражает именно эту цель. Если нужно поразить третье справа окно на втором этаже, то она попадет именно в третье справа окно на втором этаже. Storm Shadow летит на скорости около 1000 км в час. Ее длина более 5 метров, вес 1300 кг, 450 из которых фугасная боевая часть. И это, между прочим, вдвое больше, чем у базовой версии американского Атакамса, который так надеялись получить наши военные. Но сила поражения не ограничивается количеством взрывчатки. Здесь есть секреты. Тандемная боевая часть. Сначала заходит один боезапас, который пробивает железо или бетон, а затем второй, который разрушает все вокруг себя. Практически любые цели эта ракета может поднимать на поверхность. Аэродромы, скопление самолетов, живой силы, бронетехники, техники на железнодорожных платформах, железнодорожные узлы. Первый заряд, вот он здесь, пробивной заряд. И зеленым показан основной заряд, который сработает после того, как стена укрепления уже пробита. Залетают туда и взрываются. Именно за такие возможности штормовую тень прозвали убийцей бункеров. Ракета тяжелая, потому нести ее сможет не каждый самолет. Главные претенденты – истребитель Су-27 и бомбардировщик Су-24. Авиационный эксперт Валерий Романенко считает, что с миссией справится и МиГ-29, если подвесить под фюзеляж. Здесь, я думаю, можно подвесить. Здесь габариты ракеты позволяют это сделать. В любом случае, эксперты уверяют, самолетов хватит. А теперь ключевой вопрос. На какое расстояние летит ракета? 260, 300 или 560 километров, как указывает производитель? Есть высокая доля вероятности, что при передаче любого дальновольного оружия к Украине будет применена, на мой взгляд, уже не актуальная норма международного права, договоренность джентльменская, относительно нераспространения ракетного вооружения дальностью свыше 300 километров. У многих стран, которые имеют ракетное вооружение, оно в версии для собственного пользования, когда мы говорим о Storm Shadow, с дальностью в 560 километров. В экспортной версии ограничение до 300 километров. Shadow с дальностью 560 километров. Або у экспортной версии, и там дальность может быть до 300 километров. На то, что дальность ракеты будет не менее 300 километров, прозрачно намекает Украинское министерство обороны в Твиттере. Чтобы не оставалось сомнений, иллюстрируют сообщения улыбающимися Суноком и Зеленским. Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до боевых кораблей с ракетами «Калибр» в Севастопольской бухте составляет 298 километров 700 метров. Опрошенные нами эксперты предполагают, на самом деле дальность может быть и 400 километров. Ведь, учитывая маневры по обходу рельефа местности, Storm Shadow понадобится запас. Куда, в конце концов, долетят британские ракеты? И стоит ли кремлевской свите уже паковать чемоданы? Вот такую карту опубликовал в соцсети политический советник Хельсинской комиссии США Пол Массаро. В зоне потенциального поражения оккупированные части Востока и Юга Украины, приграничные районы России, а также значительная часть Беларуси. Впрочем, украинская сторона заверила британскую. Применит ракеты только в пределах собственных оккупированных территорий. Мы хорошо понимаем, что в глубину Крымского полуострова теперь сможем наносить удары практически по любому объекту. А это удлиняет плечо выбивания. В первую очередь, их пунктов управления, состава, сгоревшие смазочными материалами, боекомплекта, всей логистики как таковой. А еще важнее – аэродромов фронтовой авиации. Большинство из них как раз удачно расположились на расстоянии до 300 километров. Это пи***! Домоклов меч нависает и над Крымским мостом. В интернете уже даже мемы появились, мол, они со Storm Shadow созданы друг для друга. Эти ракеты отлично работают по мостам. Тандемная боеголовка позволяет уничтожать не только пролеты моста, а и опоры. То есть ракета пробивает дру, туда влетает основной заряд и уничтожает опоры, что гораздо важнее, чем пролеты. Даже с дальностью в 300 километров эти ракеты позволят вооруженным силам Украины взять под огневой контроль всю временно оккупированную территорию. Из-за чего уже началась истерика у россиян. На днях в оккупированном Луганске прогремели по меньшей мере два взрыва, которые кремлевские пропагандисты связали именно с ракетами Storm Shadow. Так как хаймерсы не долетают до города. Первая Бавовна произошла на заводе, который использовался в качестве ремонтной базы и пункта обеспечения вооруженных сил России. Вторая – на нефтебазе. Хотя доказательств, что это именно британские ракеты, никто не предоставил. Но что в результате? Смогут ли эти дальнобойные ракеты переломить ход войны и выкурить российские войска с украинской земли? С помощью этих ракет можно начинать выбивать всю их военную группировку, которая там есть, и она потихоньку задохнется. Нам не нужно будет заезжать в Крым на танках. Нам не нужно будет заезжать в Крым на танках. Мы просто сделаем операцию Interdiction Strike натовскую, когда враг вынужден будет отступить из-за того, что он не сможет обеспечить логистику. То есть уничтожить корабли в портах, которые будут обеспечивать поставки, мост, феодосийскую паромную переправу. Все. Конечно, все зависит от количества ракет, которые западные партнеры предоставят нашим вооруженным силам. О нем пока не говорят. Но главное, Рубикон перейден. Политическое решение о передаче дальнобойного оружия принято. А значит, вскоре к поставкам могут присоединиться и другие союзники Украины. Алла Чиж специально для телеканала Freedom. Контур-удар в Бахмуте. Что мы можем решить? Убыть их, хуй, может. И паника у врага. Это еще им... То, что им запрещают общаться друг с другом на поле боя, это факт. Почему российские подразделения сбежали с поля боя? У меня погибло порядка 500 человек. Контролируемый спектакль или собственная игра, что стоит за нападками Пригожина на Путина и Шойгу. Шойгу! Ерасимов! Где хуйные припасы? Ликвидирует ли Путин Пригожина, как других полевых командиров? И почему проснулся Кадыров? По понятиям тебе говорю, ты должен сделать вот тот, вот тот, вот тот. На Востоке происходит что-то труднообъяснимое. Украинские войска успешно контратакуют в Бахмуте. В то же время некоторые российские подразделения бегут с поля боя. А руководитель крупнейшей в России частной армии зэков Евгений Пригожин записывает уже каждый день гневное обращение к командованию российской армии. Более того, позволяет себе публично унижать диктатора Путина. Когда такое вообще было в последний раз в путинской России? Что это такое? Действительно раскол в войсках агрессора? Или же это хитрая показуха от российских спецслужб? Причем тут страны Запада и ожидания украинского контрнаступления? Сейчас все вам расскажем и со всем разберемся. А пока что подписывайтесь, чтобы не пропустить самого главного. Бахмут. Ближний бой под прикрытием бронетехники в ИСУ вытесняют оккупантов с позиции. 72-я мотострелковая бригада армии РФ позорно бежит, что подтверждают сами россияне. Это та самая бригада, которая потерпела поражение сперва под Харьковом, а потом и под Херсоном. У нас армия бежит. Бежит, потому что 72-я бригада сегодня просрала 3 квадратных километра, на которых у меня погибло порядка 500 человек. Но на самом деле история вокруг Бахмута и Пригожина совсем не проста, и обо всех подводных камнях расскажем чуть позже. За последнюю неделю украинские защитники добились под Бахмутом невероятных успехов. От обороны перешли к точечным контратакам. По данным Генштаба, было освобождено более 17 квадратных километров территорий, в основном на флангах, как раз там, где российские оккупанты планировали перерезать пути снабжения защитников города. Одной блестящей операцией был освобожден участок фронта шириной в 3 километра и глубиной 2,5. Для этого участка, для района Бахмута, где идет Рубилово, это колоссальный успех, колоссальное значение. Самое главное то, что в зиме мы были в городе, истощали противника, вынужденного атаковать с поля, с неблагоприятных позиций. И это важно, потому что, по прогнозам россиян, Бахмут не должен был стать главным местом боев наступления РФ, рассказывает военный аналитик Михаил Самусь. На карте он показывает нам, планы были совсем другие. Россия пыталась провести достаточно масштабные наступления на лиманском направлении. Пытались они это делать. Пытались тоже фактически продвигаться на ульгидарском направлении. Если мы посмотрим на карту, они хотели эти клешни классические по советскому учебнику реализовать. А под Бахмутом, Марьинкой и Авдеевкой, должны были наноситься только вспомогательные удары. Если бы это было реализовано, у них мог бы получиться план по оккупации Донецкой области, а может и Запорожской области. После уничтожения энергии, инфраструктуры Украины и оккупации полной Донбасса, как они хотели, весной они могли декларировать начало переговоров. Однако получилось совсем иначе. Под ульгидаром были разбиты элитные соединения морской пехоты. В лесах у Кременной еще большее подразделение россиян. Пробить оборону так и не удалось. Так что единственной реальной целью стал Бахмут. Именно на этом участке наступали бойцы ЧВК Вагнер Пригожина. Оставался один Пригожин, который должен был продемонстрировать взятие Бахмута до 9 мая. Да и здесь не повезло. Украинские силы обороны смогли навязать противнику неудобный для него бой. Не дали себя окружить. Что заставило Пригожина, дабы угодить Путину, бросать солдат на убийство в лобовые штурмы. Украинская армия создает условия, когда они не могут провести операции, позволяющие им спокойно обойти здесь и завершить эту операцию. Украинская армия настолько профессионально организует оборону, что им приходится идти в лоб, что неэффективно. Но какие бы ни были потери, чем ближе к сакральной дате 9 мая, тем больше было понятно, взять оккупантам Бахмут не удастся. Результатов зимнего наступления ноль. И Пригожин, и до этого позволявший себе пиариться, медийно атакуя руководство российской армии, теперь стал записывать гневные видео чуть ли не каждый день, в которых единство так называемых деноцификаторов предстало во всей красе. Сними всех! А теперь слушайте меня, сука! Это чьи-то отцы! И чьи-то сыновья! И те, которые не дают нам боеприпасы! Сука! Будут в аду! Жрать их по траха! Пи***! У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где б***вые припасы? Но дальше больше. Пригожин даже пригласил бросить Бахмут, где он угробил тысячи своих зэков и наемников. Для того, чтобы спасти армию, которая бежала позорно из Изюма и Красного Лимана, заняли линию фронта более 130 километров. Мы собирались к 9 мая 23-го года овладеть населенным пунктом Бахмут. Но увидев это, околовоенные бюрократы с 1 мая фактически прекратили любые поставки, чтобы не дать нам это сделать. Нести без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Но праведный гнев Пригожина, конечно, фейк. Никаких проблем с боеприпасами у него нет, сообщают ВСУ, ведь интенсивность обстрелов в Бахмуте не снизилась. А вот что есть на самом деле, так это проблемы с эффективным противодействием украинским войскам, что продемонстрировало бегство 72-й российской бригады, о котором мы рассказывали раньше. По мнению военных экспертов, причина поражения банальна. Вражда между разными подразделениями российской армии, которая затем выливается в ежедневные пиар-шоу Пригожина. Обижаются друг на друга. Вагнер на 72-ю бригаду, 72-я на Вагнер. Как будто где-то прорыв был в другом месте. Вагнера отошли, ударили украинские войска. 72-я имела арту, не пехоту. В конце концов отступили и Вагнер, 72-я. Тем временем Пригожин продолжал повышать ставки, написал министру обороны Шойгу письмо, пригласил его в Бахмут. Кужугетович не отреагировал. И тогда Пригожин решил идти еще выше. Пригожин поносит, на чем свет стоит. Каждый день. И Шойгу, и Герасимова. Но пока отношения вот эти высокопарные не выходят за пределы этого треугольника, Путин за всем наблюдает. Он царь, он выше всего этого, а милые бронятся, только тешатся. Но Пригожин не для того все это затевал. Не затем он начинал эту игру, и поэтому он очень скоро повышает градус. Он переходит от критики бояр, критики царя. Что делать в стране? Что делать нашим детям, внукам, будущему России? И как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный му**? Конечно, потом он начал оправдываться, что, мол, это какой-то генерал, который боеприпасов не дает. Но все же в России понимают, кто такой дедушка. И Пригожин точно не мог не знать, о ком подумает в первую очередь. Но зачем ему прямое обострение с Путиным? Я думаю, что Пригожин – это истерика. Она объясняется, с одной стороны, реальным проигрышем, она объясняется серьезным конфликтом, она объясняется обостренностью отношений сейчас с политической верхушкой и, наверное, какой-то его ответственность перед своим же собственным личным составом. Такого в путинской России еще не было. Явление, несомненно, уникальное. Но что за ним стоит? По мнению полковника ФСБ России в отставке Геннадия Гудкова, это страх поражения. Из-за невозможности взять Бахмут и в ожидании украинского контрнаступления ответственность себя нужно сбросить. Наверное, он подвержен эмоциям. Наверное, у него там действительно ситуация критическая, может даже сверх критическая. Но это в целом отражает ситуацию на фронте. Это общее настроение на фронте, отраженное в очень яркой форме явлением Пригожным, на мой взгляд. К тому же военные могут на него повесить причины своих неудач. Для Герасимова может быть удобно в случае провала свалить все на Вагнера. Это не мы, а вагнеровцы. И всегда Герасимов найдет пачку бумажек, где будет подтверждено, что все снаряды вагнеровцам были предоставлены. А где они их продали, это уже вопрос не к Герасимову. Но быть козлом отпущения это еще не самый плохой вариант для Пригожина. Не исключено, что он может повторить судьбу Гиеви, Моторолы и других полевых командиров. То, что пауки грызутся в банке, свидетельствует и неожиданное обращение Кадырова к Пригожину. Едва запахло жареным, он сразу же набросился на вчерашнего друга, которого братом называл. Все, чтобы показать Путину, что он еще есть, и он ему верен. Но все может быть не так просто, это говорит политический аналитик Мария Золкина. Безнаказанная паника Пригожина и демонстративное молчание генералов может свидетельствовать о том, что это разыгранный спецслужбами спектакль специально для западного зрителя, чтобы отбелить Путина. На Западе очень хорошо работает в определенных кругах информационное намерение России продвигать Пригожина, потому что его некоторые воспринимают как худшую альтернативу нынешнему руководству. Ибо его риторика, что надо быть более жестоким, агрессивным, некоторых пугает, что в случае неконтролируемого изменения власти в России к власти придет кто-то, кто будет нести такую же агрессию во внешней политике и также во внутренней. Проще говоря, Запад не хотел бы получить вместо Путина еще более дикую обезьяну с гранатой. На этом и играет Кремль. И не только с миром, но и с российским электоратом. Поэтому все громкие заявления Пригожина надо рассматривать именно с этой стороны. В конце концов, из Бахмута он так и не ушел. Вряд ли Пригожин после заявления о выходе из Бахмута сделал бы это, если бы это не было согласовано с Кремлем, несмотря на конфликт с Шойгу. Кроме того, не исключено, что Путин специально стравливает своих военных. Для этого, собственно, Путин и держит расстояние между разными силовыми ведомствами. И для того он провоцирует недоверие, для того, чтобы ни одно из ведомств не имело силы оппонировать центру власти, то есть Кремлю. А с другой стороны, чтобы они не сговорились и не организовали дворцовый переворот 21 века. Так или иначе, но для Украины важнее, что несогласованность действий российских группировок играет нам на руку. «Наше будущее успешное наступление начинается именно с Бахмута. Вот вся оборона и то, что удалось такими имеющимися силами сохранить Бахмут как оборонительный рубеж и по минимальному привлекать западную помощь и свежее подразделение, делает честь защитникам Бахмута». Чтобы не стояло за громкими заявлениями пригожные его личные амбиции, хитрая игра спецслужб или же настоящая вражда с командованием российской армии, тем не менее, для всех очевидно, что в войсках агрессора очень серьезные проблемы как с координацией действий, так и с действительным выполнением боевых задач на фронте. И дальше будет хуже. Сергей Костиш, специально для телемарафона на канале Freedom. От работы с мировыми знаменитостями волонтеры. Я объехал мир более чем вдвое за один год. Как обычный житель Германии решил помогать украинцам. Слава, Крым. Живо им слава. Что оставил после себя русский мир в Херсонской области? В саку. Все побило, видите, трактор сгорел вот здесь, во дворе. Как местные селяне приходят в себя после восьмимесячной оккупации. Еще бы эту бомбу убрать, вообще было бы хорошо. И ужас войны глазами иностранца. Репортажи с прифронтовой зоны. Татуировки на руках и шее, серьга в носу и кепка задом наперед. На первый взгляд 33-летний немец Майк Шульц больше похож на рокера. Но вместо электрогитары у него огромный бус, который и выдает в нем волонтера. У себя на родине он работает звукотехником. Конструирует сцены и настраивает звук, в том числе для всемирно известных групп. Рамштайн, конечно. Они здесь тоже, думаю, популярны. Жизнь Майка круто изменилась с началом полномасштабной войны в Украине. Два дня я просидел просто прикован к новостям. И потом осознал, что просто не могу сидеть и ждать чего-нибудь. Сначала я планировал только одну поездку. Поехать на границу, доставить гуманитарку и уехать домой. Но я задержался на 9 дней и теперь я здесь. В Украине он теперь не по дням, а по неделям. В загранпаспорте уже, кажется, нет свободного места для штампов. Вот въезд, вот въезд. Так что 5, 10, 15, 20, 25. Сейчас 30-й штамп. Да, очень много километров. Сначала он помогал беженцам на украинско-польской границе, а затем начал возить гуманитарку на освобожденные территории. Большинство времени в Украине проходит за рулем. Это очень длительные поездки. За последний год я уже намотал больше 100 тысяч километров. Если объехать вокруг света, то это будет 40 тысяч километров. Значит, я объехал мир более чем вдвое. За один год. Просто по дороге от Германии и по Украине. И вот он грузит очередную гум-помощь. В этот раз для жителей освобожденных от оккупантов сел в Херсонской области. Эти два буса Майк приобрел на собственные деньги. Один из них решил подарить местным волонтерам. Это мое личное дело от всего сердца. И меня поддерживают люди, думающие так же. Это не так, что я получаю большие пожертвования от одного человека. Скорее, один человек дает 1 евро, а другой 5 евро. И так поступают многие. Когда обе машины готовы к поездке, надеваем бронежилеты, ведь местные села до сих пор периодически обстреливаются оккупантами, и отправляемся в путь. Раньше быстро доехать в некоторые населенные пункты, рассказывает Майк, не удавалось. Новый мост открыли всего несколько дней назад. И в прошлый раз мы ехали вот там в объезд. Это была некая импровизация. И это было очень страшно ехать там. Маршруты, признается, волонтер прокладывали на свой страх и риск. Иногда нам приходилось ехать посреди поля. Все вокруг было заминировано, уже темнело. и мы застряли в колеях от танка. И не раз. Это было безумие. Быстрее было дождаться другого танка, чем того, кто приедет на помощь. По дороге постоянно видим застрявшие в земле неразорвавшиеся боеприпасы, кучу побитой техники, а также белые флажки, говорящие о том, что участок уже разминирован. Впереди полностью разрушенные дома. Мы прибыли в первый населенный пункт. Волонтер? Мы поняли. Это село Белогорка, вблизи которого еще осенью шли ожесточенные бои. Слышите, еще идет обстрел. По 700 метров дальше россияне еще стоят за этим холмом. Сейчас в селе ни одного уцелевшего дома. Зимовать жителям пришлось в ближайших городах. И только сейчас они начали возвращаться в свои разрушенные дома. Оно как жахнуло, да? Выходим, нет ничего, красота была. Выходим, нет ни унитаза, ни кухни. Все побило. Видите, трактор сгорел вот здесь, во дворе. И хотя после активных боевых действий прошло 7 месяцев, в Белогорке до сих пор не везде безопасно. Местный парень ведет нас в поле и показывает, какие сюрпризы оставили после себя россияне прямо возле его огорода. Вот пустили россияне нам такую. ШЛ-500. Редкая бомба на парашюте. Авиация. Здесь они были вкопаны по периметру вдоль рьки. И в таких условиях они проводили пассивную. На огороде сами мы грады вытащили. Все сами. Обработали огород, поле обработали, перекрестились и обработали. Майк говорит, таких историй каждый раз он слышит множество, потому это лишь подкрепляет его желание помогать. Чувствую много злобы. Грусти, конечно. Когда я приезжаю в новые места, здесь я впервые. Я думаю, что мы можем сделать. Потому что это так много. Все, что я везу в машине, это лишь капля в море. Все передачки собирают вот здесь. Майку помогают в этом украинские волонтеры. Поселок Большая Александровка, что 8 месяцев был под оккупацией. Семый батальон Украинской добровольческой армии. Седьмой батальон Украинской добровольческой армии вошел в центр Большой Александровки. Слава Украине! Героям слава! Теперь понемногу возвращается к жизни. В одном из немногих уцелевших помещений как раз и обустроили склад местного волонтерского фонда. И именно сюда Майк привозит из Германии все необходимое. Деньги на это дают простые немцы. Здесь есть макароны, каша, туалетная бумага, чай, рис, сахар, мука. Мы каждый раз смотрим, что можно купить. Я привожу все сюда, и люди решают, что именно паковать. Потому что они контактируют со всеми местными селами. В соседнем помещении по такому же принципу собраны одежда и бытовая химия. Эти все вещи нам привозят волонтеры из Одессы, из Польши, Германии, из Львова. Очень многое. Мы их получаем, фасуем по стопочкам по возрасту. Мужчина-женщина, девочка-мальчик. И девчонка-хлопчик. Помощь поступает отовсюду и непрерывно. Это сотрудничество с ООН. Они нам передают и мы раздаем все людям. У нас 2370 семей подопечных, по которым около 6000 человек, которым мы помогаем, раздаем это все. И отсюда же волонтер то и дело отправляется в очередную поездку. Как твои родственники отнеслись к твоему решению? О, моя мама плакала. Очень плакала. Иногда она и сейчас плачет, когда я уезжаю, потому что она знает, куда я еду. Я думаю, что со временем мои родственники к этому привыкнут, потому что они знают, что я каждый раз делал то, что я хотел. И если они скажут что-то вроде «О, нет, пожалуйста, не уезжай», я бы уехал еще быстрее. В общем, да, они это поддерживают и рады, что я это делаю. Но они тоже очень напуганы, конечно. Наша следующая остановка поселок Твердомедовое. Разрушений здесь меньше, но проблемы те же. Купить еду и одежду просто негде. Магазины у нас нет. А это был у нас магазин. Магазинов у нас нет. Это был у нас магазин. Вы видите его состояние. Мост был непригоден к проезду. Товар не завозится. Товар нам не завозится. За помощью люди выстраиваются в очередь. Сначала раздают необходимые вещи, потом продукты. Один ребенок здесь. Один. Дядь Сереж, еще один пакет. Каждая такая поездка обязательно сопровождается рассказами людей о личных трагедиях. Эта женщина потеряла во время оккупации своего сына. У меня дом пустой. У меня дом пустой. А может, кто купил бы? Или, может, кто-то жил бы? Я хочу уехать. Я не могу здесь жить. Волонтер признается, слышать такие истории труднее всего. У меня был момент, когда я знаю, что мне нужно побыть немного времени в машине. Я не хотел ни с кем говорить, потому что мне тяжело видеть, как люди плачут. Даже если я не понимаю, что они говорят, очевидно, что происходит. И это каждый раз очень разные эмоции. Есть и то, что поражает. То, как селяне, несмотря на трудности и потребность помощи, сами пытаются помочь. Собирают деньги украинским бойцам на передовой. Сдало 18 человек. Кто сколько мог? Здесь 5000. Помогает военным и Майк. Для них у волонтера отдельные передачки. На этот раз они для нас, гвардейцев. Хлеб. А это, чтобы было удобно пить. Вот еще легкие энергетики. Спасибо вам большое. Вначале у меня были действительно большие проблемы с этим всем морально. Это было тяжело для меня, и я был психологически сломлен, когда возвращался домой. Но со временем я пытался увидеть это в другой форме. Когда военные на блокпостах жмут тебе руку, за что? За еду, за фонарики. Это очень мощное ощущение. И это дает много сил. И еще одна посылка для тех, кто находится на передовой. Во время ротации бойцы забирают такие передачи в оговоренном месте. Передаем вам сегодня подарки из Германии. Передаем вам сегодня подарки из Германии. Мед, газовые плиты, карематы, военная аптечка. Здесь продуктовые пищевые наборы, химия, зубные щетки, пасты и все такое. С такими людьми, как вы, мы обязательно победим. Победа будет за нами. Все будет хорошо. Несмотря на то, что английский, а тем более немецкий, мало кто из местных понимает, волонтеру удается найти общий язык со всеми. Понемногу Майк начинает учить и украинский. Первая фраза, которую я заучил сразу на границе, это это то же самое, думаю. Это то, что я говорю много раз каждый день. Я думаю, это преимущественно все, с чем я имею дело каждый день. Но я еще не могу сформулировать из этого предложения. Волонтер планирует и дальше продолжать свои поездки и даже подумывает переехать в Одессу. Говорит, украинская ментальность ему по душе. Украинцы, я считаю, более гибки к разным ситуациям. Они могут сделать все из всего. Была одна ситуация, когда у меня сломалась машина здесь, в Херсонской области, и все очень беспокоились за мою машину, мол, как я смогу вернуться домой? Мы поехали к одному импровизированному механику, и он сделал просто из металлических пластин все, чтобы это исправить. И это сработало. Я уехал домой. Майк уже понимает, что после освобождения от оккупантов остальных украинских территорий потребность его помощи только увеличится. Поэтому, говорит, впереди у него еще очень много работы. Артем Куля специально для Марафона на канале Фриду. День поражения Путина. Это еще не конец, но начало конца. Как россияне восприняли бутафорский парад диктатора? Паркетные войска, паркетные генералы, паркетная армия. Выживет ли Лукашенко после приема в Москве? Когда стареющий диктатор показывает определенные болезни, начинаются слухи о смерти. И почему шоу на Красной Площади назвали окончательным распадом Советского Союза? Поздравляю вас с праздником! Он таки провел свой парад, но это была скорее имитация, что он, Путин, не слаб и еще имеет какое-то влияние, но вышло откровенно неубедительно. Бутафория проявлялась практически во всем от единственного музейного танка, который показали россиянам Т-34 под боевым знаменем 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии. До ветерана, возле которых сидел Путин, они, как выяснилось, не имеют никакого отношения к войне с немецкими захватчиками. Очень символическая бутафория. Путин в окружении бывших КГБшников. Один воевал на Западной Украине против Бандеровского подполья. Я думаю, это специально сделали. Другой вообще не участвовал в событиях Великой Отечественной войны, а сражался в Праге в 68-м году, когда они там подавляли Пражскую весну. Приезд на парад глав семи постсоветских республик россиянам продали как опровержение якобы мифа о международной изоляции Путина. Но на самом деле присутствие лидеров центрально-азиатских стран стало унижением диктатора. Неведомо какие ресурсы задействовать, чтобы они приехали в Москву и быть зависимым от того, кого россияне всегда считали вторым сортом. Исполнился самый страшный сон любого российского ура-патриота, когда таджики, узбеки и казахи по сути живым щитом встали перед Россией для того, чтобы не допустить, чтобы неизвестные дроны упали на Красную площадь именно в момент парада. Сами россияне, которые вместо развития успешной страны привыкли каждый год с размахом праздновать парады разочаровались. На фоне поражения их захватнической армии в Украине население ждало от диктатора какой-то исторической речи. В такой ситуации, особенно когда война проигрывается, люди ждут от вождя какого-то чуда, что вот он должен что-то сделать и должен исправить ситуацию. Мы же в него так верим. Вот после его выступления он должен что-то анонсировать, какие-то меры объявить, новые, какие-то шаги, маневры какие-то невиданные, какое-то супероружие. Но Путин сенсации не выдал. Еще раз озвучив уже заученные россиянами наизусть обвинения Запада. Западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты. К тезису о бутафории в Москве добавились подозрения, что на параде присутствовал не Путин, а его двойник. И реалистичными эти слухи сделала таинственная болезнь Лукашенко. Он выглядел бледным и сидел на трибуне между ветеранами с гримасой на лице и перевинтованной рукой. Лукашенко, которого привыкли видеть бодрым и всегда стремящимся быть в центре внимания, на параде у Путина напоминал тень. С Красной площади даже не смог дойти до могилы неизвестного солдата для возложения цветов. Его на электрокаре довезли с парада, потому что, я так понимаю, он не смог пройти и несколько десятков метров. Он отказался от участия в праздничном завтраке, который Путин проводил для постсоветских лидеров и сразу улетел в Минск. В Минске Лукашенко впервые за все годы при власти не выступил на торжествах. Вместо него говорил министр обороны, а самопровозглашенный президент с Колей стояли в стороне. Товарищ главнокомандующий вооруженными силами, позвольте по вашему поручению высказать позицию военных людей о неприходящем значении великой победы. Что с Лукашенко стало едва ли не главным вопросом после путинского парада, несколько смести в акценты. Белорусские источники говорят, что у Лукашенко ковид еще и с гриппом в сложной форме. Именно эти слухи породили еще один. Общался ли так близко с больным ковидом Лукашенко Путин? Ведь всем известно, как он боится заболеть. Эксперты полагают, что на параде мог быть двойник, а уже на праздничном завтраке, где Лукашенко не было, сам Путин. Похоже, все-таки да, на публике они могут использовать двойника Путина, а дальше уже двойника меняют на настоящего. В закрытом режиме, там, где уже нужно лично пообщаться реальному Путину. Это предположение, безусловно, но аргументов для этого все больше и больше. Есть еще одна версия насчет болезни Лукашенко и почему он так стремительно покинул путинский парад. Может быть, белорусский диктатор совсем не болен, а часто встречаясь с Путиным, понял, что перед ним двойник и заподозрив неладное после того случая разыграл свой спектакль и от греха подальше уехал в Минск. Там, к слову, хоть и не выступал впервые за многие годы, но заметно бодрее улыбаясь, довольно бойко кланялся ветеранам. Парад в Москве показал еще несколько знаковых сигналов. За победу! Ура! Но больше о поражениях Путина. Созданный Москвой миф о совместной и объединяющей победе на постсоветском пространстве, похоже, уже ушел в небытие. Президент Беларуси надел георгиевскую ленточку только при возложении цветов к неизвестному солдату. И не более того, казахи и президенты других стран просто отказались одевать эту ленточку. А президент Узбекистана демонстративно надел ленту в виде флага Узбекистана. Это завершение Советского Союза и всей той эпохи, которая связывала все эти страны. Это уж точно. С Днем Победы Путина не поздравил Си Цзиньпин. Учитывая важность церемониала в китайской дипломатии, это очень серьезный сигнал, говорят эксперты. Похоже, что у Пекина и лично у Си Цзиньпина есть какие-то поводы для недовольства Путиным и действиями России. Вопрос, чем? Вот у меня ощущение, что Путин ничего не выполнил из того, что он пообещал Си Цзиньпину во время визита китайского лидера в Москву. В то же время лидеры центрально-азиатских стран, которые были на параде в Москве, 16 мая соберутся на саммите в Китае, но уже без Путина. И то, как стремительно Пекин распространяет свое влияние на Центральную Азию, еще один проигрыш кремлевского диктатора. Даже последние сателлиты, находившиеся в сфере влияния Российской Федерации, я имею в виду прежде всего страны Центральной Азии, они начали смотреть и активно двигаться, дрейфовать в сторону Китая. Сам Путин, ослабленный войной в Украине, мало что может сделать сейчас и на фронте, и в геополитике. Вместе с тем он обрастает новыми фобиями. В этом году фактически запретил проводить в России начатые им же бессмертные полки, чтобы россияне не увидели тех колоссальных потерь, которые принесла война их диктатора. Пока вот эта идея большого числа потерь, значит, огромных потерь, понесенных в Украине, она существует, но как бы так сказать, подспудно. Официально она отрицается, официально Минобороны как последний раз полгода назад объявили цифру, там 6 тысяч погибших, так вот с тех пор новых цифр не давали. И вот это вот то, что большое число потерь вдруг визуализируется в ходе официального мероприятия, ну как бы вот открывает шлюзы для того, чтобы, ну там, не боясь быть обвиненным в паникерстве и в, значит, клевете на армию говорить о больших потерях. А это диктатору совсем не выгодно, потому что останавливать захватническую войну он пока не планирует. Они опинились в глухом кути. Они оказались в тупике, выиграть войну не могут, проигрывать не хотят, потому что это большой риск проиграть политически и потерять власть. А для них это просто смертельно опасно. И что делать? Поэтому остается только двигаться по инерции. Другого выхода нет. Мы видим, так сказать, определенную зарю, начало конца. Или, перефразируя Черчилля, это еще не конец, но начало конца. О том, что в своей инерции Путин не будет останавливаться, подтвердил и следующий факт. Не объявив из-за страха недовольства россиян мобилизацию во время парада, по-тихому ее фактически объявили на следующий день. Под видом сборов для резервистов диктатор собирает новое пушечное мясо на фронт. Оксана Дворецкая специально для телеканала Freedom.